Сейчас вы находимся возле территории воинской части, бывший городок номер 36, воинская часть А-21-83. За нами находится здание казармы, которое было в результате... Сейчас оно разрушено. Это здание разрушено, что представляет собой сейчас опасность для граждан населённого пункта. Сюда ходят дети, даже недавно был несчастный случай, у нас пострадал парень, получил травму. Землян, это находится сейчас в ведомстве Министерства обороны Украины. В последнее время было обращение главы райдержадминистрации Бондаренко Сергея Владимировича до Министра обороны по вопросу согласия на отчуждение этой земли, на получение дозвола на передачу в коммунальную собственность. Со слов Сергея Владимировича и ответ пришёл из Министерства обороны об отказе передачи. Поэтому сейчас это получается территория в центре посёлка Подгородное. Территория составляет 286 гектар. И житловой фонд, который передала воинская часть, то есть Министерство обороны, на баланс целочной радости передали, а получается земельный участок не передали. Поэтому составляет на сегодняшний день очень много трудностей. Ну, вы понимаете, всё надо задержать в малляжном стане. То есть, а сейчас это просто зарастает, разрушается. Поэтому вот такая ситуация сложилась на сегодняшний день. Если эта земля будет передана в властность целочной рады, какие проблемы это может решить? Проблемы может как? Дело в том, что из этой всей 286 гектар 140 гектар можно распоевать участникам антитеррористической операции. То есть 140 гектар реально может 70 человек получить по 2 гектара для выданного особо-социлянского господарства. То есть можно решить на эту проблему. То есть на сегодняшний день у нас состоит вопрос населению на выделение участков под огороды. Тоже можно решить эту проблему. Исходя из того, что можно убрать вот эти заборы, можно тут сделать у нас вот дома. Можно сделать, взять ли дом участки под застройку тоже. У нас проведён газ, проведена вода. То есть этот вопрос можно решить тоже. Поэтому хотелось бы обратиться к министру обороны по этому вопросу. Чтобы ещё раз пересмотрел этот вопрос. А со своей стороны хочу вот так. Это тут, у нас ещё есть тут ангары. Тут можно отдать предпринимателям, СТО. Пока они ещё в нормальном состоянии, пока они ещё не разобраны. Поэтому перспектив для... Очень много. Просто на сегодняшний день никаких полномочий здесь я, как Солочная голова и Солочная рада не имею. Не помню. Достаточно. Представьтесь, пожалуйста, ещё. Підгородянский Солочная голова Баранова Андрея Николаевна.